всем привет сегодня буду пробовать покорить высокоточную стрельбу меня в руках мишенька golden fly золотая муха предыдущие видео один подписчик написал чтобы я попробовал отстреляться по такой мишени ну я загуглил ребята к этой дисциплине подходит крайне серьезно это высокоточку уже готовят ружья прицелы не четырехкратники как у меня там 24 кратники потому что надо попасть вот в эту маленькую точку которая диаметром 3 миллиметра то есть пулька должна состоянии в 25 метров попасть вот в такую точку я не знаю мне такое ощущение пока еще не вешал дни пристреливался но ощущение что в четырех кратник я эту точку вообще не увижу но раз пообещал вот здесь вот сейчас высветится надо делать отвечать за свои слова так что сегодня я буду стрелять еще раз golden fly 25 метров но самое что прикольное в этой дисциплине что при правильной отстрелки здесь 25 кругов надо из них 20 поразить награда дается не стрелку а ружью то есть принципе если я буду мазать мимо мишени то это не я это не не мои кривые руки и глаз это все ружье виновата вот и ружье не получит никакой награды обычно стреляют где-то закрытом помещении потому что понимаете что любое доновение ветра и смещение там на миллиметр на два в сторону и у тебя уже мишени закрыта поэтому ну имеем то что имеем ветер сегодня порывами не знаю сколько метров в секунду тоже наверное сейчас повешу где-нибудь сбоку прогноз погоды на сегодня давайте попробуем там что получится то получится ну вот друзья я мишень поставил закупил гоупрошку может быть я надеюсь будет видно как пули попадают в цель пойдем будем стрелять надеюсь хоть куда-то я попаду что 25 метров это приличное расстояние и очень сильный ветер чуть прям порывы такие что не по себе так друзья мишень стоит ружье накачано сейчас будем стрелять еще раз ружье хатсан флешпап куе стоковом исполнение с четырехкратным постоянником но я посмотрел уже ребят которые профессионально занимаются пневматикой и стрельбой понимаю что четырехкратный постоянник для высокоточной стрельбы не подходит ну и наверное ружье нужно с редуктором чтобы это постоянность выстрела четкость его до было как можно больше потому что это без редукторная соответственно чем сильнее накачал тем сильнее выстрелила и у меня нету измерителя скорости полета пули поэтому не могу просчитать на каком давлении у нее примерно будет плато то есть с какого и по какое давление она более-менее ровно стреляет поэтому я думаю будет достаточно сильный разброс сейчас 200 бар накачано ну вот будем смотреть как ложится пулька стреляю я как обычно диабло 2 и 2 грамма пуля высветит сейчас наверху сделаю картинку насколько я понимаю наиболее стабильная и четко в полете пуля все приступаем к стрельбе посмотрим что получится да не 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 ну что уважаемые друзья результат вы видели ну назвать его посредственно у меня даже даже посредством меня не поворачивается язык у меня к вам просьба понимаю что с четырехкратным прицелом я не то что эту точку в центре мишеньки не вижу я сам кружочек вот этот вот сантиметровый плохо различаю с 25 метров соответственно нужно какой-то переменник я думаю 424 крата я смотрел это китайский discovery может у кто-нибудь порекомендует что-то вменяемые деньги ну что-то хорошее с мелдотовской сеткой потому что ну если хочется пострелять высокоточку попробовать вообще хотя бы для себя поизучать но это не не с этим прицелом поэтому помогайте комментируйте внизу пишите будем выбирать куплю обязательно сниму видео отстреляюсь ну и давайте какой-нибудь приз сделаем для человека который порекомендует прицел и тот который я куплю давайте этот будет бейсболка с собой не взял бейсболка simple line of sky правда с корабликом у меня видео а давайте я ее прилеплю сейчас здесь чтобы вы видели какая-то в качестве благодарности отправлю друзья мои ну и подведение итогов сегодняшних стрельб есть четкое понимание что наверное со стоковой винтовкой делать в такой дисциплине нечего надо все-таки готовить винтовку ну и стрелка тоже потому что это никто не отменял дрожание рук правда сегодня еще очень сильный ветер но это все чушня потому что периодически видел как пуля летела и меняла траекторию достаточно сильно то есть я понимаю что у меня не настолько сильно дрожат руки насколько пуля смещается в сторону поэтому может быть что-то не знаю но короче винтовка это не для высокоточной стрельбы а для стрельбы по баночкам бутылочкам что еще хотелось сказать значит как мне тоже писали в комментариях под моим видео что если ты приезжаешь на высокоточную стрельбу то надо заправляться из баллона а не качать насосом потому что дополнительный трамор рук не помогает четкости прицеливания и стрельбы вот трижды я сегодня качал винтовку на третий раз у меня уже желание стрелять вообще отпала потому что все уже устали руки ноги тело спина все результатами все равно очень доволен это и показывает сразу уровень стрелка и винтовки потому что все по банкам и стрелять умеем то есть высокоточная стрельба она конечно очень интересна поэтому еще раз прошу поучаствовать прошу написать может быть кто-то порекомендует прицел потому что наверное сейчас начну поставлю какой-нибудь прицел с изменяемой кратностью поиграю с ним потом посмотрю может быть буду менять винтовку но это уже будет видно если меня это затянет если мне будет это интересно хотя сегодня я прям получил удовольствие все всем спасибо до новых встреч а сейчас я хочу показать как заряжается вот магазин на моей винтовки к отца ну потому что по той инструкции которая идет в комплекте я не сразу это сообразил сейчас камеру опущу вниз примут на магазин и на мои руки ничего сложного но тогда когда ты уже несколько раз это сделаешь поэтому я не так первый раз пульки запихнул потом еле оттуда это все выковырнул так что смотрите может кому-то пригодится так вот такой классический магазин я думаю что не на одном типе винтовок они используются хотя написано хатсан здесь но скорее всего где-то еще смотрите что мы делаем мы вот эту пластиковую светлую крышечку поворачиваем против часовой стрелки до упора и переворачиваем и переворачиваем тыльной стороной к себе вот видите здесь отверстие внимательно надо пульку мы вставляем не тяжелой стороной вниз а юбочкой туда чтобы она у нас валанчиком самим да то что летит вперед торчало сюда обратно переворачиваем вот что у нас получается пулька заряжена и дальше начинаем уже по часовой стрелке поворачивать эту прозрачную крышечку вставляя сюда пульки но самое интересное что вот именно вот эти четко туда не проваливаются и крышка видите не прокручивается надо туда чуть продавить провернуть положили взяли другую чуть продавили провернули и так дальше и так далее и так далее то есть и так все 10 пулек мы туда снаряжаем все магазин заряжен и готов к использованию все Субтитры сделал DimaTorzok